Сахар это теперь модно, даже сейчас появилась мода на вкусные пирожники. Ну, мне кажется, она никогда никуда не уходила. Конечно нет. Мода на вкусные пирожники, пончики и капкейки. И именно об этом мы и хотим поговорить с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях наш большой друг, человек, который всегда заботится о нашем сладком настроении в прямом и переносном смысле. Олег Мнушко, президент, председатель, директор, как тебе? Руководитель кондитерского производства. Руководитель кондитерского производства, да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Олег, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, чем ты заменяешь сахар? Сахар мы ничем не заменяем, потому что сахар это один из основных энергоресурсов для человека. Вот это правильно. А вот что больше всего любят челябинцы? Вот на что большой спрос? Что это? Вафли, пирожные, торты. Пинкейки, как мы сейчас. Вы знаете, челябинцы любят все. И колбасу, и водку. Нет, ну мы про сладкое говорим. Нет, несмотря на то, что у нас, как говорят, город суровый, люди у нас суровые. Но кондитерские изделия мы употребляем в большом количестве. Не зря челябинцы входит в пятерку городов, которые производят в огромном количестве сладостей. Здесь находятся, коммунируются одни из самых крупных компаний и производителей, которые находятся в России, которые производят и поставляют наши кондитерские изделия на рынок России. Ну а что в тренде сейчас? Вот, говорю, торты, пирожники, корзиночки, трубочки. Ну, это как смотреть. Пирожные – это более доступный вариант. Будем говорить, более по бюджету нашему населению, как говорится, удобен. Поэтому употребляют его постоянно. Торты все-таки употребляют от случая к случаю. Все-таки это более дорогой продукт. И, естественно, это праздники, дни рождения. Ну, без тортика никуда не пойдешься. Как говорят, торт в разнику голова. Ух ты. А вот мне интересно, а существует же такое понятие, как мода? Вот в кондитерской среде есть такое? Ну, слава богу, у нас это обошло. Обошло? Да. Олег Вячеславович, ну, смотрите, ну, вот я помню, года 3-4 назад была просто дикая популярность вот этих капкейков. Они как появились, вот просто они были везде, всегда, на любое мероприятие приходишь, там капкейки, капкейки. Мода все равно есть. Ну, этому, да, здесь наблюдается такая тенденция, но это больше, когда поработают маркетологи. Мода все-таки у нас, будем говорить, привязана не к производству кондитерских ездей, не к классу кондитерских ездей, они вечные. Это уже тысячелетия, когда, будем говорить, люди, которые решили заняться кондитерским делом, они каждый день, как иллюзионисты, берут муку, сахар, масло, яйцо, то есть жиры, белки, углеводы, приводят их, позиции нашей, как говорится, бытовухой культурологии, приводят их в съедобный вид и поставляют, будем говорить, на рынок. Человек покупает, пополняет быстро очень, потому что это быстрые углеводы, быстро восполняет свои недостающие ресурсы для мозга, для печени, и, как говорится, получает удовольствие. А вот есть, допустим, спрос на кондитерскую продукцию, может быть, допустим, зимой он выше, летом ниже? Обязательно, без этого никуда. У нас, знаете, даже... Зимой, наверное, выше, да? Летом больше идет без кремовых изделий, или пирожные, которые содержат меньше крема. Если мы начинаем смотреть от сентября, например, в сторону декабря, то постепенно идет увеличение спроса как раз на пирожные, которые содержат больше крема. И вот, знаете, в этом году даже... Люди согреваются таким образом, можно сказать. В этом году даже природа сыграла такую, знаете, злую шутку. Началась у нас продажа у всех, значит, пошли пирожные, идут, идут, они, значит, с сентября месяца рванули продажи. В ноябре мы смотрим, рынок начинает останавливаться, мы не поймем, в чем дело. Еду на дачу, сам поехал, ну, уже давно, как говорится, в кондитерском изделии, вот, с кондитерским делом не связан. Поехал на дачу, смотрю, извините, в ноябре, помните, да, плюсовая температура была, после морозов, то есть пошли морозы, пошли потребление кондитерских изделий. С кремом. Пошла температура резко теплая, что получилось у нас, что тормоза, природа выписала в кондитерские изделия, стали поглощать меньше. Смотрим на природу, оказывается, что у нас почки набухают, все, наверное, видели, да, когда в ноябре набухала сирень, набухала черная смородина, тополя. Приезжаю на работу, открываю 1С-программу, формирую, значит, что у нас идет, что же такое случилось. А у нас, смотрю, такое ощущение, что, знаете, мы пошли не в зиму, а что мы и шли в зиму, сентябрь, октябрь, а потом резко мы пошли, как будто такое ощущение, с марта на апрель. Ну, слава богу, декабрь бы и провел ситуацию. Вы провели сюда. Олег Клинин, извините, вот время уже заканчивается. Один провокационный вопрос. Что вкуснее, конфеты или печенье? И может, вафли, вафли, говорите. Вы знаете по настроению, кому как удобно, и все-таки есть любители и конфет, есть любители и печенье, есть любители и пирожные. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, вы сделали наше утро сладким. Спасибо за то, что вы, челябинцы, а мы жители в России дарите сладость в самом прямом смысле этого слова. Ешьте больше сладкого и настроение у вас нет. И вполнеете. Нет, здесь главное не переедать. Вот, кстати, это точно. Да, но об этом мы еще сегодня поговорим с диетологами, которые придут в нашу студию, поговорим о том, сколько нужно ей сладкого. Но то, что сладкое дарит счастье, радость и хорошее настроение, это никто с этим не поспорит, правильно? Да, ну а у нас был руководитель кондитерского производства Олег Мнушко.